Теория исторического развития организмов полагает, что причина развития широчайших мышц у приматов связана со способом передвижения с помощью рук, когда было необходимо передвигаться, подтягивая туловище вверх или перебрасывая руки с ветки на ветку. Таким образом, базовые движения для этой группы мышц являются подтягивание туловища и его выталкивание вверх. Причем вовлечение широчайших тесно связано с приведением рук и ретракцией лопаток. В этом видео мы разберемся в том, как прокачать широчайшие мышцы спины, какие нужно делать упражнения и на чем ставить акцент. Так что досматривайте видео до конца, будет познавательно и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Ваша поддержка очень мотивирует нас. Давайте рассмотрим анатомию широчайших мышц спины. Обозначенные на видео широчайшие мышцы располагаются в нижней части спины. Точки крепления находятся на позвоночнике, тазобедренном суставе и на лопатках. Причина, по которой они так называются, проста. Они действительно являются наиболее широкими в организме. При этом волокна верхней части широчайших расположены горизонтально, а волокна нижней части под углом. Буквально вплетаясь в боковые мышцы живота. Работа широчайших во многом определяется движением рук. Они не могут быть задействованы иным образом. Плюс мышцами-антагонистами являются грудные. При растяжении широчайших они также растягиваются. Биомеханика работы широчайших. Обычно описание техники упражнений на спину игнорирует факт того, что эта мышечная группа никогда не работает в одиночестве. Например, при вовлечении широчайших мышц спины, часть нагрузки обязательно переносится на руки, а также грудь и на мускулатуру корпуса. То есть, рассматривая биомеханику работы широчайших мышц, важно учитывать вовлечение вторичных мышц. Кроме этого, разговор о работе мускулатуры спины невозможен без понимания возможных траекторий движения лопаток. Базовые упражнения. С одной стороны, спина – крупнейшая мышечная группа организма. С другой стороны, большинство упражнений на широчайшие явно повторяют друг друга. Отличия обычно заключаются в траектории подведения рук к корпусу, ширине хвата и типе использования веса. Первое. Подтягивания. Суть подтягиваний заключается в выталкивании веса тела вверх за счет совместной работы широчайших мышц спины, мускулатуры плечевого пояса, мускулатуры рук и даже мышц пресса. Наиболее важной частью движения в упражнении является верхняя часть траектории. Второе. Тяга в наклоне. Данное упражнение прорабатывает нижнюю часть широчайших, волокна которых располагаются под углом к позвоночнику и соединяются с боковым прессом. Именно по этой причине гантель должен находиться достаточно близко к корпусу, что подразумевает активное вовлечение лопаток. Третье. Тяга к поясу в тренажере. Несмотря на схожесть данного упражнения с тягой в наклоне, за счет изменения угла наклона корпуса, в работе сильнее задействована средняя часть широчайших. Плюс подобная тяга вовлекает в упражнение мускулатуру трицепса и груди. Ровно как и трапециевидные мышцы, расположенные в верхней части спины. Как правильно качать спину? С анатомической точки зрения, мускулатура спины делится на три сегмента. Трапециевидные мышцы, широчайшие, ромбовидные и зубчатые мышцы. Также выделяют глубинные мышцы выпрямители позвоночника. Тренировка трапециевидных мышц придает спине массивность, широчайших – ширину и боковую толщину, а развитие мышц выпрямителей укрепляют корпус и низ поясницы. Другими словами, проработка спины комплексно развивает верхнюю часть тела. Стратегия тренировок. Основной акцент в тренировках спины делается на развитие широчайших мышц, поскольку именно они придают фигуре характерную V-образную форму. Лучшими упражнениями считаются подтягивания на перекладине, тяга верхнего блока и различные тяги в наклоне. В свою очередь, развитие трапециевидных и ромбовидных мышц спины достигается за счет изолирующих упражнений, выполняемых после основных упражнений на широчайшее. Обычно достаточно одного-двух базовых упражнений на широчайшее и 1-2 упражнения на изолирующий. Базовые упражнения для спины. Трапеции средние и широчайшие. Подтягивания или верхняя тяга обратным хватом. Внешняя и верхняя часть широчайших. Подтягивания или верхняя тяга широким хватом. Низ широчайших. Подтягивания или верхняя тяга узким хватом. Толщина широчайших. Тяга штанги или блока к поясу. Широчайшие мышцы спины – это одна из наиболее крупных мышечных групп тела. Основная функция с точки зрения биомеханики – подтягивание корпуса за счет вовлечения рук. При этом за счет сложного строения волокон изменение ширины хвата существенно меняется вектор нагрузки при выполнении упражнений. А у вас какие любимые упражнения на спину? Поделитесь своим опытом в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть другое наше видео, в котором мы рассказали о том, как быстро убрать живот и бока. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеемся, было интересно. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!